Е-бой! Часик в радость и ферсладость, дорогие хиканы. И как вы уже догадались, сегодня у нас в гостях драгоценнейший кореш Паша Техник. Здравствуй, Паша! Е-бой! Привет! Как дела? Слава богу, бог даёт, хуй до жопы достаёт. Но на самом деле... На самом деле, на самом деле, всё очень хуёво, как никогда. Ихкан скоро подохнет наконец-то! Но в ближайшие две недели точно нет. И сегодня... Старь, давай задонатим тебе! Дело не в этом! На гликодин! Не-не-не-не! Гликодин не поможет! Ни в коем случае! На капельницу с этими... Ну ты понял? Аминокислотами! Даже детокс-терапия не поможет! Не поможет никогда в жизни! Паша, где ты пропадал? Где тебя носило? Сегодня передача не обо мне, а о тебе! Расскажи нам! Братан, был я в Черногории, отдыхал в Славяне, наши братья, да. Веселили меня, разгуливали мы там. Жарко, хорошо, приятно! Мне понравилось! Приехал недавно, вот, сразу к тебе! Как отдохнул? Как тебе Черногория? Цены? Прекрасное место для человека, у которого есть лавешечка и евро гуляет, потому что там по минимуму пахавать 50-60 евро на двоих, так чисто лангусто там приколотить там, ну ты понял. Я просто люблю морепродукты, я же старый, я хрэпер. Но мне понравилось! Люди там такие добрые, очень доброжелательные люди. Мы там в апартаментах жили. Все заебись! И погода хорошая. Не то, что, блядь, здесь, в Москве. А разве у вас холодно сейчас? У нас, ну я ехал, где-то показывают 16 градусов, где-то 11. Ну, ветерок, блядь, да и это, в Черногории климат влажный, понимаешь, ты, короче, гораздо чувствуешь себя теплее, душнее там. Да понял. Я понял. Ты ездил с женой, правильно? Да. Ты, конечно, с женой ездил, но все равно на местных бабища смотрел? Они стрёмные, как моя жизнь, блядь. В чем это выражается, их стрёмность? Да, у них черты лица отвратительные. Вот мужики там, вот они такие, но я не пидор, да, но они такие, они более... Более... Презентабельные. Да, да, они такие, знаешь, ну, блин, интересные. Они, это, все там фанатеют, то есть по футболу, там партизан, кто там за разные команды, но они все православные, ну, наши братья, как бы считается. Так они же, вроде, членами НАТО, вот, или хотят стать, или... Хотят, но это правительство, ну, видишь, они до сих пор, они в 20-м году планируют. У меня долги, короче, вот, а я удивился, что... Ну, страна для меня безвизовая, но меня все сказали, хуй ты пролетишь туда, мы уже путевки купили, вся хуйня, и меня, прикинь, на таможне пропустили, нормальный, печать поставили, я удивился, блядь. Паша, чтобы отдохнуть в Черногории, сколько денег надо взять с собой? Короче говоря, вот мы вдвоем, ну, мы не жиганы там, нихуя, ну, хавали нормальную пищу в ресторанах только питали, то есть не хавали там эти фастфуды, там куча донейров, там этих гиросов, это похуй. Махавали осьминогов, там, блядь, огромных, гнагили, всякую хуйню, и... ну, короче, 150 на двоих идеально будет. 150 рубасов, колов, косарей, это на 5 дней нам хватило. 150, так, в евро, это слон, бабуля, кстати, идет. А евро там равняется 87 рублей, понял? Один евро. Я того рода, ну, как бы, ладно, мы там, ты же видишь, я уже поднялся, нихуево, мне уже как бы похуй на бабки, я сорю ими, еб-то. Отлично, отлично. Так, ну, а какие-нибудь интертейменты, какое у тебя там было развлечение, как ты там развлекался? Ну, на каяке, на яхте, плавали, ну, по стандарту. Воючка холодная, особо не купались, погода пиздатая, на машине катались, побывали там в Будве, Хуюдве. Нормально, если кто там не был, советую сгонять от Котор, вот туда. Ну, на самом деле, недорого, и самое главное, лететь недалеко, 3 часа и все. Ты употреблял какие-нибудь местные алкогольные напивки? Нихуя, даже не курил. И алкогольных напитков не употребил? А, это да. У них эти, раки, такой местный напиток, это что-то типа граппы, что-то типа чачи, ну, прикольная хуйня. И сжога, правда, жесткая потом, но штука прикольная. Я, не, я там выпивал каждый день, но там цены приемлемые, порции жратвы огромные. Не то, что здесь, то есть, блядь, за 40 евро тебе, блядь, дадут там такое, что ты, блядь, охуеешь, там еще можешь угостить, блядь, кого-нибудь. И плюс у русских мало, кстати, на удивление. Большинство китайцев, ребята, американцы, там англичане. Ну, такое, блядь. Ну, я там не был ни разу, мне понравилось, кстати. А ты в Риме был, я тебе правильно понял? Нет, это прикол, это прикол. Это, да, это у них в старом городе в Черногории, в которой вот так сделаны улочки, как в Риме узкие, там, ну, кошки бегают, все, блядь, они так, на уровне. Нет, страна у них развивается тоже там. Сейчас только сезон, мы-то не в сезон приехали, вот. Вот, и то там люди купались в этой воде, она, блядь, 20 градусов, такая полуледенантная, похуй, не суть. Брат, я тебе хотел рассказать, у меня скоро шоу уйдет на канале YouTube от Big Russian Boss, он как продюсер является, то есть как комеди, понял? Он будет называться, по-моему, профессия для рэпера. У меня первый выпуск будет 8 июня с Амираном, понял, да, Амирана? Сардаров, да. Да, он меня будет учить блогингу. Я каждую профессию, такую, профессия, которая не требует высшего образования, вот что, там, замут такой. Хорошо, сначала ты будешь блогером, а потом ты единственный там будешь герой? Да, я ведущий, это мой канал, мне абродюсируют там все нормально. Вот, вот это нормально, отлич. Не, ну старина, пора, ёпты. Рэп это говно, для меня не приносящее особых дивидендов, а там нормальные суммы-то за интеграцию, за всю хуйню, сам понимаешь. Там один мосбет, блядь, и все. Поженька, а ты уверен, что ты рэпер? Ты же не рэпер, ты рокер. Я имею в виду, рокер не в смысле... О, я пункер, братан. Не в плане музыки, а в плане, смотри, образа жизни. То есть, есть Иисус Христос суперзвезда, Иисус Христос был рокером. То есть, это образ жизни. Вот что имеется в виду. Ну да, я стараюсь не изменять своего образа жизни. Мне будет, 1 июля будет 34 года. Всем, кто просил узнать, мне будет 34 года. А я такой же, как и был в 18. Ну, ты себя не чувствуешь на 34 года. Да, я вообще не представляю, как это выражается. Чувствовать себя в 34 года. То есть, ты должен быть какой-то нудный мудак. Или ты должен быть на Мерседесе. Хуй его знает, братан. У меня как бы Лаве не супер гуляет, но я как бы не пропаду пока что. Вот. И как бы я не ем там эти доширайки, конечно. Хотя очень люблю. Просто нету моих любимых с креветками. Не продают почему-то. Вот. А так, ну, все впереди, как мне говорят, братан. У тебя, говорят, все впереди. Я надеюсь, что эти слова окажутся пророческими. И, блядь, я, ну, хоть за эти, блядь, 17 лет в рэпе, блядь, пускай я перешел на видео там. Я не считаю себя блогером. Я считаю просто человеком, который может высказаться, посмеяться, угарнуть и все. Если люди меня как бы любят некоторые, я сегодня на раз убедился, ко мне 13-летние девочки подошли, сфоткались, как обычно. Мне было приятно. Я тоже хочу немножко парировать в пику, чтобы ты не зазнавался. Значит, мы с трапом Галей идем по улице на пожарке, так те, кто из Донецка смотрит. Мы идем... Всегда вопрос интересовал, почему трап Галя, это же уже девушка, не? Это девушка, но просто все постоянно задают вопрос, не только в комментариях, а просто, ну, как в жизни. Говорят, ой, а ты мальчик или девочка, мальчик? А, ну, классно. И всех, ну, просто так заебал. А, да, да, но ей можно стебаться над ним. Это мем, это мем такой. Вот, и мы идем, идем на трамвайчик, и два школьника вылетают из трамвая, такие... Хикан номер один, это ты! Ну, они погали и узнали. Блин, а я просто бородатый, мы все уставшие, заебаные. Я говорю, ну, да, да, все, типа, это школьники, давайте это, пока. Ну, я не как Дёрти Монг, то есть школьники лохи и прочее. Ну, как-то нехорошо так получилось. Ну, ты салфанулся хотя бы? Не-не-не-не, ты что, я же в маске. Ну, в смысле, мое лицо-то... Ну, я понял, они же тебя видели, они могли втихаря тебя заскринить. Ну, там школьники адекватные попали, просто они были удовлетворены тем, что они вот такие каналы увидели. Ну, дело даже не в этом. Расскажи, по поводу Big Russian Boss, а как ты думаешь, почему он именно тебя выбрал? Помогли добрые люди, мой менеджер общается очень хорошо с ним. И, ну, знаешь, я ничего не могу сказать, но я вижу, что я немножко востребованной стал в индустрии блогинга или как это там, ну, на Ютубе. А Ютуб сейчас смотрят даже чуть ли не бабульки, блядь. И поэтому, как бы, ну, да и плюс там деньги крутятся хорошие. Пару реклам, и всё, и ты уже можешь себе спокойно купить, ну, шуму двойную, блядь, точно. А ты не знаком? Смотри, он картину подарили. Нихуя себе, это кто написал эту картину? Этот чувак, Дон Балун, он этот самый, с Самары, приехал вчера, передал мне холст почти метр на метр, ебать. Огромная штука, вон, я в Гуччи. Всё как надо, ебать. Родители на даче, значит, всё идёт как надо, как сказал однажды классик. А ты знаком с Амираном Сардаровым? Нет, вот 8-го числа будем знакомиться. А подожди, это не инсайдерская информация, её можно разглашать? Да, и, ну, а чё, если ты до 8-го успеешь, то будет супер. Нам, не то что пиара, пускай, как бы люди знают. Не-не-не, программа будет называться профессия для рэперов, которая не требует высшего образования, вот. Я, как бы, я же недавно ездил на канал «Пятница», я надеюсь, ты слышал об этом. Регина Тодоренко там ведёт своё ток-шоу, и я там вышел, небольшую роль сыграл, тоже отрекламировал свою вот эту вот тему, но она будет на YouTube-канале, потому что ты сам знаешь, что у меня мат-перемат, телевизор меня не покажет. Отлично. То есть, сначала тебя будет Амиран учить блогингу, а потом, ну, в следующий... А потом я типа сам пробую, и у меня должно не получаться. Это вот в этом замок будет. То, что я буду пробовать много профессий. Там и порно-актер, и этот самый порно-актер-блогер, это Амиран... Модель, это должна Миногарова приехать. Ну, всё, на выезде. Посмотрим, как будет развиваться. Я вот в этом образе... Как тебе мой новый образ? Во! Во! Вот я в таком буду стебать... Ну, как стебать? Общаться в своей манере, никаких купюр... Где похуй, кто передо мной. Я простой человек. Надеюсь, все люди тоже такие из этих. Как бы они согласились. Это раз, это большой плюс. Они же могли сказать, кто такой Паша Техник. Пошёл он нахуй. А меня даже Регина Тодоренко узнала, ебать. Так что я просто сейчас кончу, вот тут трусы, блядь. И такая хуйня. Ты сказал порно-актер, но ведь на территории РФ порно снимать запрещено, насколько я знаю. Честно, не знаю, но мы всегда можем выехать в другой город. Например, не в Гамбург, этот... Будапешт. Хунгария. Будапешт, да, столица. А там нахуй, тварей бардак. Так и что, и кому ты будешь стучать в заднюю калитку, например? Мне не курсуют этот момент. Мне говорят, сначала с Эмираном это сделаю, а потом уже там это. Но все согласуют. И Сергей Минаев будет из Духлес, который написал. Он меня будет учить романов написания, вот этих вот модных, чтобы было модно. Да я чувствую, у тебя получится. Просто воспоминания можно написать. Бля, я надеюсь, ты, Ренат, ты же видел мои видосы вот ранние, которые вот эти, да, там? Ну, даже я смотрю и сравниваю. Ну, есть, есть у меня возможность, как бы, есть же во мне. Еще порох, пороховница, стыден, ебать. Смотри, у тебя, главное, есть вот этот экспириенс, то есть, неважно какой. И, ну, вот эти, битники, Тимати Лири и прочее, ну, там, голый завтрак, не знаю, читал-то, не читал, Бироуз. Да я что, читал, Бироуз, ебать. Ну, все эти битники, то есть, они описывали свои, ну, ты понимаешь, свой опыт. Ну, ты можешь тоже, допустим, в такой манере что-нибудь описать. Я думаю, тебе еще рассказать. У меня столько мыслей, я тебе говорю, я готов сейчас поехать, и мы с ним снимем бомбу, я отвечаю. Плюс у него Феррари, я хочу покататься. Я тебе не совсем об этом, я имею в виду, что, ну, в будущем, если ты серьезно, не просто в рамках проекта, а от себя, если ты захочешь что-то написать, то будут покупать вот так. Будут быть бестселлер, книга Паша Техника. Я надеюсь, я надеюсь. Понимаешь, в нашей теме тоже главное людей не заебать. Тоже, знаешь, постоянное мигание лица моего, оно заебет тоже, знаешь. Поэтому надо все грамотно пускать, все с умом. Ну, блядь, у меня есть люди, которые, как бы, этим будут заниматься, потому что все выпуски не будут в один день. Будем растягивать один-два выпуска в месяц. У меня их 10 запланировано там по контракту. Ну, все, по-живому увидим, как говорится. Я надеюсь, да я, в себе я уверен, я надеюсь в других, что они поддержат мои приколы, и мы из этого выжмем что-то новенькое, вот это вот не задротское, блядь, обзор там на шаурму, блядь, обзор на пиписку, обзор на пиво, но это уже нахуй. А мы будем чисто угорать. По крайней мере, я с своей стороны буду чисто угар. Я ебал. Серьезные вещи, нахуй это все. Пашенька, Коля Соболев когда-то давно еще написал книгу. Ее там что-то школьники покупали, покупали. Ты просто представь, если ты что-нибудь напишешь эдакое, то как ты думаешь, кого будут больше раскупать? Не знаю, братан. Я, мне, как это называется, нужен негр этот, который... Литературный, да. Да, потому что я могу высказывать, и пусть за мной записывают. Редактируют в нужный момент там, где что, и тогда да, книгу можно. Я просто не связывался с выпуском книг, что там надо. Я все время привык на халяву все выпускать. У меня все всегда на халяву. Пришел там куда-то на халяву. Вот этот самый, цацку подарили вот такую. На халяву. Понимаешь, все халява. Не халявчик, а партнер, как тоже однажды. Не-не-не, ну за уважение, за респект. Ну а что такого, я поднимаю. В 17 лет все-таки как бы грыну мешу эту ебану. Отлично. Идем дальше. Раз уж я упомянул о Колинке Соболе. Он его, он недавно инсценировал свое собственное избиение. Да, а я сразу спалил, что ударщики-то не такие. Там, если бы нормальные месили, он бы даже, ну, блядь, пизду. А знаешь, что, мне кажется, вот, тему он выбрал не ту. То есть, для меня он как-то еще больше зашкварился. Ну, потому что сейчас многих избивают. И блогеров, там, и рэперов, там, на улице снимают. Это все хуйня. Вот если бы он, типа, такой, знаешь, какой-нибудь снял видео для этого, такой вирус, наверное, с приколом. Я думаю, бы это зашло. А он быстро переобулся. Это как этот мудила, который на Украину, этот журналист, там, типа, его убили, а потом воскрепил. Бабченко, Бабченко, да. Да, такой тоже, блядь, странный он человек. Ну, ладно, хуй с ним. Как ты думаешь, а почему, в принципе, Коленьку Соболева так любят зрители его? Нихуя не понимаю. Вот что я смотрел, это есть такая хуя на месте рэпа. Рекурсия. Я там обсуждал Хованского, а после меня, по-моему, как раз Коли Соболев обсуждает мое обсуждение Коли Хованского видео. Вот такая там, понял, заморочка. Я, если что, при желании могу скинуть. Ну, он с меня угарнул. Я против него ничего не имею. Против Хованского тоже уже мне похуй. Хованский там что-то потом отвечал. Опа, нихуя, видел? Видел, видел, видел. Красиво? Ну, Пашенька, там, где, блядь, появляешься ты, там всегда праздник. Все люди уже знают, что я на приколе. Милиция уже понимает, блядь. Что я не какой-то там ебанутый наркоман. А я угораю над этими всеми, блядь, стереотипами. Вот вплоть до этого. Да-да-да, видно, теперь видно хорошо. Вот так вот. Я угораю, мне по кайфу. Я не прошу за это лавэ, блядь. Просто угораю, хожу. Я могу в этом парике сейчас на улицу выйти, мне там просто, блядь, молодежь просто округлить. А придется делать опять супер-мега-селфи, нахуй. Ну, а ты не считаешь, что Коленька Соболев ввел своих зрителей и, в принципе, людей в заблуждение? В заблуждение? Не, некрасиво, некрасиво. Надо было выдержать паузу. А он буквально через два дня еще извинился. Ну, не знаю. Вот мне, когда охуем пиздили по ебалу, это уже не постановка была, блядь. Поэтому не понимаю. Я, конечно, за трушность. А ведь, когда ему реально ебало разобьют, так же никто не поверит. Скажет, эх, лопух. А он может докатиться до этого. Ну, и в твоем случае там было сразу понятно, что это не постанова. Ну, да-да-да. Тебе там никто не говорил, хайпажор. В моем случае вообще уникальное. У меня всегда реальная жизнь. Нахуй врать, нахуй. Какой есть, такой есть. Отрастил себе волосы, еб ты, и мне похуй. Субтитры сделал DimaTorzok